Я вас хочу поздравить с праздником. Танечки, те, кто меня смотрит, отзовитесь. Мои тезки, вы тут? На самом деле я этот праздник вообще никогда не отмечала. Мама единственное, что меня всегда поздравляла, когда я была маленькая. А для меня это был всегда обычный день. С днюхой. Сегодня не днюха, сегодня всего лишь Татьяне день. Спасибо, девочки. Собирает меня моя красотка на съемку, Алинчик. Сейчас мы уже преображаемся. Танечка, очень люблю твой юмор. Наш день, Татьянки, Татьянки, наш день. Кстати, вот всегда хотела у вас узнать, у кого тоже имя Таня. Любите ли вы свое имя? Потому что я, допустим, свое имя не любила никогда, честно вам скажу. Правда, не знаю почему, мне никогда не нравилось свое имя. Даже был период, когда я хотела его поменять, чтобы вы понимали, даже вплоть до такого. Не подскажьте в Монако только. Ваш, не спеши меня. Сегодня не буду праздновать, но если только вечером чуть-чуть. А так у меня сегодня съемка красивая будет, очень красивая. Сколько миллилитров в губах? Последний раз я колола год, наверное, назад. Я всегда колю прям совсем чуть-чуть, чуть-чуть. 0,5, где-то так. Не больше точно. Да. Не, ну в общей сложности у меня миллилитр точно в губах есть. Таня, ты настоящий этого фанат. Огромный привет Резрики из Чебоксар. Чебоксары, привет. Танечки, я рада, что вы любите наше имя, наше совместное. Не знаю, мне никогда не нравилось, но сейчас я уже стала. Я стала его любить. А вот я не знаю, когда мне было лет, наверное, 18, мне оно настолько не нравилось. Не знаю, по какой причине, что вот просто вот, не знаю. Алина, тебе нравилось твоим всегда? Да. Да? У меня у одной, что ли, такой был загон? Потому что меня всегда назвали по-разному. Алина, Лина, Алена, она же особо. А меня Таня, Танечка, Танюша. Что с итальянцем? Ребят, ради бога. Вот, единственный момент, который я вас прошу, не спрашивать про мою личную жизнь. То, что я позволила себе пару раз выйти в прямой эфир, это не говорит о том, что я теперь буду об этом вообще, в принципе, вести диалог. Нет, я личную жизнь всю обсуждать не готова, не планирую и не хочу. Поэтому любые вопросы, кроме личной жизни, все, что угодно. Праздновать будем завтра, точно, точно, Вика. Я назвала куклу свою, Таня, до сих пор кукла сидит в комнате, Танечка моя, отлично. С кем вы были во Франции? Спасибо большое, что вы меня услышали про мою личную жизнь. С кем я была во Франции одна? Я вообще полетела на отдых одна. Да, Танюшки, наш день сегодня, поэтому сегодня в обязательном порядке каждая должна себя чем-то порадовать. Я сегодня себя порадую шикарной съемкой. Сейчас мне наведут марафет. Я вообще обожаю, когда у меня такие дни. Когда приходит моя Алина, меня преображает. Что за съемка у тебя? Скоро все узнаете. Будем применять новые технологии сегодня. Самое интересное, что получится на выходе. Реально страшное. Какая есть, ребят. Как вы родили, такая есть. Что ж поделать-то. Обожаю с тобой работать страшно. Алинка меня делает чуточку симпатичнее всегда. Танечки, всех с праздником. Почему День Татьяны студентов связан как-то? Что за история? Вот честно, понятия не имею вообще, где здесь цепочка, где здесь логика. Я не знаю. Блин, реально, кстати, тусовки же даже устраивали студенческие времена в этот день. Ну да. Я не вижу связи между студентами и Татьянами. Сейчас не сказать, Алинка, я там... Поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Не знаю. У меня, кстати, ёлка простояла месяц. Ну как ёлка, вот эти ёлочные ветки. Они у меня уже, конечно, совсем не ёлочные. Уже немножко подустали, так скажем. Видишь, Алинон стоит. С праздником, с праздником. Нот смог. Гуд монинг, Пасквали. Поэтому у меня сегодня насыщенный день. Вечером ещё будет премьера фильма. Если я успею, конечно, на неё попасть. Ребят, предлагаю всеми вместе дружно бросить курить. Кто курит, давайте вместе бросать. Вы за эту идею? Алин, никогда не хотела бросить курить? Ну давай, только ещё и ладно. Давай, если. Вот после съёмки. Сегодня хочется чуть-чуть выпить просека. Под просека сама, знаешь, да? Немножко хочется всё-таки. С Катей мы живём на одном этаже. Её апарты прямо напротив. Да? Угу. Катя Скалон. С Милом и Рай в шалаше? Нет. Не для меня. Я, конечно, люблю шалаши, но... Бузова или Бородина человечнее, на ваш взгляд? Они абсолютно разные. Каждая из них хороша собой по-своему. Слушайте, хейт это одну и вторую. Я считаю, что и одна, и вторая многого достигла, добилась. И только из-за этого их можно уважать. Поэтому не знаю, ребят. Все люди разные. Много в чём мне не импонирует Бородина и много в чём мне не импонирует Бузова. Но не отнять того, что это женщины, которые достигли сами всего в своей жизни. И за это им огромный респект. Поэтому... Нет, не болею, вроде бы. Вроде бы не болею. А выгляжу как больная. Вообще, хейт это такое дело, что... Не знаю, я считаю, что если человек популярный и у него нет хейта, значит он непопулярный. Это правда. Лично мое мнение. Когда заходишь кому-то на страницу, открываешь комменты, и там исключительно только хорошее. Но я не верю в популярность такого человека. Потому что это невозможно. Это просто невозможно. Воистину популярный человек имеет огромное количество хейта. Алина, согласна со мной? Ну, реально, так оно и есть. Потому что человек проявляется такой, как он есть. Почему вы все блогеры, правда, называете хейтом? Давайте реально эту тему обсудим. Вот, действительно. Я вам объясню свою позицию. Ну вот, условно говоря, мне написали под постом, что там, я там страшная, там, и так далее, и так далее. Для кого-то объективно я действительно могу быть страшной. Но давайте смотреть правде в глаза. Вот есть вещи, которые очевидные. Да, то есть, ну, а есть вещи, которые очевидно выражают зависть человека. Я не считаю себя страшной. И когда мне пишут подобного формата вещи, я считаю объективно, я реалист, я реально оцениваю трезвую ситуацию. Я понимаю, что этот человек, кроме того, что мне завидует, больше ничем не занимается. Если мне пишут, условно говоря, какие-то вещи, которые неприятны для меня, но они отчасти имеют место быть, окей. Как бы тут не хейт. Это действительно вот моя точка зрения. Не приезжай больше в Стамбул. Да, ты скажешь, что у каждого теперь будешь спрашивать разрешение на выезд куда-либо, да? Вы мне скажите, куда мне можно, куда виза открыта, куда можно мне полететь. Поэтому, ребят, здесь все очевидно. Я отношусь к тем людям, вот я в жизни никогда не зайду никому на страницу и не напишу какое-нибудь говно. Честно. Правда, будь здоров. Никогда в жизни я этого не делала и не сделаю. Поэтому люди, кто этим занимается, для меня это, очевидно, несчастные люди, у которых нет, к сожалению, своей личной жизни, которые живут жизнями других людей, которые каждый день просыпаются с мыслью о том, что где-то поднасрать надо под чьим-то постом. Мне просто жаль таких людей, потому что действительно они на самом деле искренне несчастны. Таких людей нет силы воли пойти и сделать что-то для себя. Конечно. Вот смотрите. Допустим, да, возьмем в пример. Вот я пошла себе, сделала грудь, условно говоря. Многие говорят, вот, принимай себя такой, какая ты есть. Но мне не нравилась моя единичка. У меня была полторашка. Потому что как баклажка какая-то звучит, полторашка. Но мне не нравилось, да. То есть у меня была красивая форма, но я всегда хотела себе тройку. Почему я не могу пойти и сделать себе грудь? Потому что мне так будет более комфортно. Я буду себя чувствовать так более увереннее. Это не говорит о том, что я себя не принимаю. Это говорит о том, что я хочу себя сделать просто чуточку лучше для себя же. Вот и все. Поэтому люди, которые в себе что-то там хотят изменить и так далее, ничего в этом плохого лично я не вижу. При возможности меняйте в себе что-то. Без перебора главное. Потому что многие это делают с таким... Есть девчонки, которые реально на них смотришь, там прям вот ну too much. Это все должно быть тоже в меру, на мой взгляд. Потому что копируют. Думаю, если они сейчас копируют кого-то, у них будет то же самое. К сожалению, так не работает. Не работает. Можно в себе что-то поменять, но почему говоришь про себя в третьем лице? С уважением, с уважением. Я к себе на вы. Танюшка, с вашим днем, девочки. Много поздравлений. Всех, Татьяна, я тоже поздравляю с нашим днем. У нас на самом деле прекрасное имя, которое я уже стала любить. Но раньше я его не любила. Так что Танюшки, Танечки. Я лично люблю, когда меня называют Танечка. Меня родители так называют, видимо, поэтому. Что у вас о девах в характере? Ой, слушайте, по поводу девы можно говорить вообще... Кто-то по гороскопу, Оля? Я Лев, у меня сын дева. Я вас прекрасно знаю. Девы – это те люди, которым крайне сложно в плане того, что у них должно быть идеально все и везде. Все, это с деда, это с рождения у вас. Да, это в еде, это, не знаю, в косметике, это в одежде, в мужчинах, во всем, да. Мы идеалисты. Покажите, как кудри накручивают. На плойку. На плойку накручиваем. Привет, Алинкин сыночек сегодня с нами. Маленький. Да, девы чистоплотные. Короче, на самом деле нам... Очень тяжело, да? Нам очень тяжело. А что про козерогов скажешь? Козероги, кстати говоря, похожи чем-то с девами. Девы очень целеустремленные. Они достигаторы козероги. Козероги – супердостигаторы. То есть это те люди, которые прям вот идут напролом к своим целям, несмотря ни на что. Знаю много козерогов. Очень сильные люди. У меня подружка лучший козерог. Я ее безумно люблю, и мы с ней очень схожи. Люблю козерогов. Это прям крутые. Козероги – лайк однозначно. Львы у меня папа лев. Львы тоже очень хорошие знаки. Да, классные знаки. Но львы, кстати, себя любят тоже очень даже. Очень-очень. Да. Львы себя любят. Ой, у меня бывший был скорпион. Слушайте, по поводу скорпионов скажу так, что это тихушники. Еще те. Они терпеливые. Они много могут терпеть. Но потом в один момент, то есть если девы, они говорят все сразу, то скорпионы, они в себе копят, копят, копят. А потом бац, у них все это выливается одним днем. Вот скорпионы у меня ассоциируются именно с этим. Потому что у меня бывший, первый мой парень был скорпион. Валера, я с ним встречалась 4 года. Поэтому я очень хорошо знаю скорпионов. Хороший в целом знак, но такие тихушники. Тихушники. Девы мягче и по головам не пойдут, как козероги. Девы. Ну опять же, говорю, все зависит на самом деле от человека. Здесь в общую картинку всех тоже кидать нельзя. Здесь много зависит от времени. Экологично идут к результату. Даже по головам они экологично ходят. Да, то есть мы не из тех, кто типа пофигу на принципы и все равно пойдем к своим целям. Нет. Пускай этот путь будет длиннейший для нас, но для нас важно, чтобы это было все с чистой совестью. По поводу рыб. У нас сегодня что, гороскоп на неделю? Слушайте, рыба классный знак, очень добрый. У меня мама рыбы. Безумно добрые люди. Последние отдадут. Опять же, если отталкиваться просто от того, кого я прям хорошо знаю, это мама рыбы. Классный знак. Душевный, очень трепетный, очень заботливый. Ну и в то же время скользкий где-то. Реально, у нас сегодня гороскоп. Так, вот дочитаешь, а теперь на гороскоп надо приходить. Да, 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 да. Астрология. Наконец-то я купила стики за 200 рублей. Боже, с счастью нет предела. Во Франции пачка стиков, Алин, стоит 12 евро. Тысяча двести. Прикинь. Сумасшедшие. Он курить не бросил, а не покупали. Я бы сама не покупала, у меня жаба задушила. Ну да. Тельцы, овны, ребят, если честно, я не сильна вообще в гороскопах. У меня мама-телец и сестра. Сейчас очень сложно уживаться с тельцами, но они такие тоже упертые. Им хрен что докажешь. Им только можно на своем примере что-то показать. И дальше они уже сами принимают решение, как им быть. Их просто нужно принять. Они классные. Вот так. Тельцов просто нужно принять. Хорошо это или плохо? Непонятно. Бузова-Козерог вот и достиг. Вот, Бузова, пожалуйста, вам тоже хороший пример. Это достигаторы сильнейшие. Я считаю, что Козероги самые сильные достигаторы. Я искренне так считаю. Девы тоже, но мы еще и ленивые. Просто, если честно, мы любим поспать, мы любим себя. Вот Козероги, они не так сильно любят себя. Вот в чем минус Дев? То, что из-за того, что мы так сильно любим себя, мы очень во многом себя жалеем. То есть мы там за то, чтобы лишний часочек поспать, себя пожалеть и так далее, и так далее. Козероги нет. Им пофигу на себя. Они прям прут к своим целям. Пофигу, сколько они спали, сколько они ели, когда они ели, им это абсолютно не важно. Раки. Ничего не могу сказать по поводу раков, не знаю. Раков вообще не знаю. Вообще никого из знакомых нет раков. Мои любимые знаки это Девы, Козероги, Львов люблю тоже. И мне нравятся Стрельцы. Вот, наверное, топ 4 знаков для меня лично. Не все Козероги-достигаторы, но вот кого лично знаю я. Руд дуром. По поводу Саши Черной и проекта. Ребят, я говорила вам, что, в принципе, я вообще не сильно люблю обсуждать кого-либо. Это дело каждого. Если Саша посчитал нужным вернуться на проект, значит, так ей нужно было на сегодняшний день. Никогда я никого не осуждаю, потому что неизвестно вообще, что будет завтра у вас. Правильно? То есть, ну, не побыв в этой ситуации самостоятельно, судить человека, считая неправильным. Если она вернулась, значит, нужно так. Вы же не знаете всего. Может быть, она вернулась, чтобы, не знаю, заработать денег для своего же сына. То есть, многие вещи вы просто, ну, как бы, не углубляетесь, да. Вы просто смотрите постфакту. Человек вернулся на проект. А почему он вернулся, вы не хотите об этом задуматься. Что с ногтями? С ногтями просто слезы. Завтра иду на маникюр. Буду себя отрубать всю эту длину. Делать себе короткий. Устала я от длины. Надоело мне уже. Это твои липы, как спорят? Нет, оно нет. Что-то я решила поиграться, знаешь, с нарощенными. Захотелось мне нарастить. Но уже все. Все. Визажист прекрасная девушка, которая уже больше для меня, чем визажист. Ваша знакомая пишет родственница. Просто нагрелась. Когда новый трек? Вот сегодня как раз-таки у нас будет съемка. Посвящена отчасти новому треку. Трек будет классный. Я уверена, что он вам зайдет. Дура до сих пор набирает стримы, чему я бесконечно рада. У меня в топе, конечно, Дура из всех моих треков. Я прям ее... One love для меня. Так что сейчас идет подготовка полным ходом к следующему треку. Ну, у нас прям вот два локона осталось, и все. Банила я себя чувствую, уже пожалела, что я банила. С горячей водой тоже проблема в Европе, где вы были. Кстати говоря, по поводу горячей воды. Она есть, но она есть 15 минут. Нет, я люблю просто реально там в душике постоять. Я могу и полчасика постоять, и как бы мне кайф. А тут я такая стою, купаюсь, бац, холодненькая пошла. Знаешь, как в фильме, горячая пошла. А у меня бац, холодненькая пошла. Ну, что хочу сказать. В этом плане трабла в Европе. Я не понимаю, почему. Хотя я понимаю, почему. Газ весь в России, что-то непонятного. В принципе, понятно, почему. Почему все блогеры предпочитают Бали? С моих уст это сейчас будет звучать, возможно, очень пафосно. Но, на мой взгляд, просто Бали – это самый бюджетный вариант для зимы. Для всех. Не только для блогеров, а вообще для всех. Бали – ой, какой у меня чуб. Бали, Таиланд – это чисто такие русские бюджетные курорты для зимовки. Что, расчесываемся, Алина? Или пусть остынут чуть-чуть. Слушай, давай остынуть, вот эта часть точно. Прикольно? Да. Ну так, сейчас пока что вот этот у нас… А, мамами, я с ума сойти. Очень хорошо, легло вот здесь вот. Как бы ты сейчас не мутила головой. Мы сейчас намутили, не обращайте внимания сейчас на мой такой чуб. Сейчас, мы сейчас его, да, мы сейчас его приведем в порядок. Ребят, по поводу покупки жилья вообще сложно сказать, потому что… Мне, кстати, подняли аренду. Сейчас, секунду. Камеечка не могу пока. Я уже, естественно, задумываюсь о покупке. Вопрос в том, я уже вам говорила про это сто раз, мне это хочется взять жилье в том месте, в котором хочу я, а в том месте, в котором хочу я, я пока на это место не заработала. Поэтому, поэтому все сложно, пока не знаю. Про молодого человека ничего говорить не буду, потому что все-таки предпочитаю, чтобы моя личная жизнь оставалась в моей личной жизни. Прошу отнестись с пониманием. Это будет немножко, конечно, странно, потому что я выходила с ним в прямой эфир, но… Чего странно, нормально, господи, вышло и вышло. В твоей жизни хоть что и делаешь. Сейчас они меня будут ненавидеть. Ну, нет, конечно, это интересно, типа, всем, но вопрос в том, что я бы, может быть, бы и спокойно бы рассказывала, если бы меня смотрело чуть меньше людей. Правда. Почему не общаетесь из колонн? Почему же мы с ней не общаемся? Мы с ней общаемся, мы с ней виделись. Я прилетела, мы в этот день виделись. Когда я прилетела? Позавчера я прилетела поздавечером в Москву. Она сидела в рейстике, прям недалеко от нашего дома. Мы с ней увиделись. Слушайте, ну у нее сейчас как бы там свои проблемы. И, естественно, она сейчас ходит по врачам и так далее, и так далее. Перевязки, не перевязки. У нее свои там дела. Вот. Я сейчас тоже в загрузе. Поэтому сейчас я немножко раскидаюсь и нормально с ней посидим. Увидимся. Угу. Да. Все? Финалим салином? Да, да, да. Все, котята, люблю вас. Увидимся. Почему не виделись с Аполлоновым? Андрей Аполлонов, рыжий заванычек, между прочим, сегодня. Меня поздравил с Татьяной днем лично в WhatsApp. Отправил видео. Не знаю, конечно, в сторисе я выставлять такое не буду, но приятно. Тополины пужа. Все, ребят, ну укладываемся. Надо мне... Да.